Теперь смотрите, что творится. Дело в том, что у нас огромный бардак с тем, что никто не осознаёт то, что у нас в стране существует дикое непонимание о пользе и вреде полива. Настолько оно, что непонимание, что это служит одной из причин ограничения в принципе в садоводстве. Потому что откуда вы знаете, почему дерево погибло? Дерево как дерево. Росло себе, росло раз мёртвое. Я таких случаев знаю в городе Сайногорске два. Один случай у этого самого известного садовода. И фамилию не называют, Царство его небесное. Константинович погибло пять яблок. А я делал всё как положено. Я их поливал перед самой зимой. Ещё, говорит, в декабре было вот теперь. Я ещё поливал. Ну, шланг он там. А весной они не проснулись. А я вначале, я же не то, что верил, не верил. Мне не нравится, когда дерево подвергает таким страшным вещам испытаниям. Это же ненормально, согласитесь? Кинуть шланги, поливать, поливать, поливать. Якобы это называли подземным поливом. То есть душа не лежит, но я ещё не говорю, что я прав, не прав. У меня начали копиться такие данные. А потом уже, когда на меня обрушилась слава, она была настоящая слава. Это было 10-15 лет назад. Потому что тогда каждый был садовод. Я гремел по всей России. Это действительно было. Самый главный ураг у меня был, это почтальон. Вон там ящик, вот столько влазит писем. Вот такой толщины. А мой не влазит. А ей на третий этаж топать. А у меня и так ноги не казённые. Еле живая. Представляете? Она стучит в дверь и говорит, забирайте свои письма. И смотрит на меня, как на врага. Вот это было. И сейчас у меня письма вот столько. Я их оставил, ответить на них. Перебрать там огромную информацию. Она ещё с тех пор лежит, когда слово интернет не знали. Но нет уже сил, нет здоровья. Уже нет, глаза уже не смотрят так. Работаю по минимуму. А ведь это всё надо было переосмыслить. Но я, по крайней мере, их прочитал. И я узнал, что поливы вредны. А теперь смотрим. Когда-то поступила ко мне информация, что было создано два рекордных по количеству абрикосов. В Питере и в Крыму. Речь шла о тысячах заложенных санкций с тысячей абрикосов. Через несколько лет не в Питере, не в Крыму. А ещё было отдельно, кажется, в Эстонии 20-й. 20 тысяч посадили. Тоже 20 тысяч мёртвых. А сознать этого никто не мог. А главный враг абрикосов. Это вода. Но это мы с вами знаем. Мы с вами пятый год живы. Знаете, с 18-го года. А до этого мы ещё с Афроном, сколько провели семинаров, и его создали. А ещё до этого 400 статей в газетах и журналах. Реплика Александр Алексеевич. Вы меня слышите? Это вы самый смелый журналист в России. У вас тоже я теперь должность. Прошу прощения, сейчас кто-то в дверь двойник. Проехали. Итак, значит, получилось так, что осознать вот эти тысячи писем, а я умудрился как? Памяти нет, а подсознание откладывается. А потом раз, и когда я начинаю вот это читать, у меня начинается подниматься давление. Смотрите внимательно. Главное требование поливать следует обильно один раз. Дальше человек пытается вот этой глупости смертельной. Ну, я помню, мой любимый пример. Выпейте ведро воды залпом. Если вы станете живы, тогда пишите, что надо один раз поливать. Вы можете воду выпить? Что же творится-то? А человек пытается это всё объяснить. Полив небольшими порциями, ослабит. Ой, Господи. И вот чем он думал, чем он руководствовался? Откуда у него такой опыт? Он что, поливал небольшими порциями, сад не рос, а один раз всё залил, болото превратил, и у него дерево выросло. Но это невозможно. Значит, он просто фантазирует, для чего? Ему нужно было взять и создать вот этот материал. А где он? Гарден Март. А знаете, что это такое? Гарден Март – это один из раскрученных сайтов по продаже саргенсов. А нахрена они учат убивать деревья обильными поливами, тем более продают, когда это, то, что находится за пределами разума. То есть, вспоминаем Гарден Март, вспоминаем саргенсы, эти фотографии взяты из интернета. Вспомнили? Ажелезовские вспомнили? И вот оттуда я знаю, что это такое. А вот это вот, подлость невероятная. А почему? Они за это что отвечают? Они же не сами это придумали. У них нету, раз они все фотографии интернета, значит, у них сада нет, они же не могли свой сад фотографировать. Значит, что получилось? Получилось так, что этот полив не вызывает никакого отражения. Ну, понятно, чем больше льешь. Ну, почему про болото забыли? Почему забыли, что груши и абрикосы, а этого никто не знает, даже тимирязицы? Очень страшно. Они не выносят полива. Они гниют. Их родина, эти степи, эти, не так, лес, перелески, горы, холмы, страны, они, абрикосы и груши, они боятся влаги, а их родственники, яблоня и слива, нет, они как бы разделились. Эти на юг, это на север, эти на всток, это на запад. И вот так получилось. А когда берется и пишется поливать театр один раз, они что имели в виду? Кого они имели в виду? А люди разделяют, они в глаза не видели абрикоса с грушу и будут делать одно и то же. До 100 литров. Вон, видите цифры, до 100 литров. Вот я и написал Гарден Март, если бы хотя бы вот это бы убрали, но им все по барабану. Кунсткамера, дебильный совет, у меня есть она, туда уже попали некоторые живые. Помните это самое? Третий миллион учит убивать деревья. Какие? Поливкина, по-моему. О, я уже начал забывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин